Микс Ньюс Добрый вечер, уважаемые слушатели, я надеюсь, что среди вас найдется немало любителей кино, тех, кто периодически приходит в кинотеатры, ну или как минимум тех, кто смотрит кино дома, сейчас большие, огромные плазменные телевизоры, которые позволяют сделать практически эффект просмотра тем же сам. Хотя вот все-таки, мне кажется, есть картины, мы сейчас об одной из таких картин поговорим, которые лучше смотреть на большом экране, и дело, ну, не только в масштабе, но и в восприятии. Итак, сегодня, сегодня мы поговорим о премьерах, о тех новых фильмах, которые появились у нас в паракате. К сожалению, вот я забыл распечатать очень интересный список посещаемости наших не кинотеатров, а именно фильмов, но могу сказать, что на первом месте как раз-таки латвийская картина «Двеселю путани», с которой посмотрели, внимание, не падайте со стула, уже 149 тысяч зрителей. Ну, по-моему, рекорд был богемской рапсудии 100 тысяч зрителей, это было чем-то недосягаемо, вот сейчас этот рекорд побит, во всяком случае, но вот за три недели это, в самом деле, что-то невероятное. Ну, и еще из таких новостей, в принципе, уже начали подводить итоги года, даже не только года, поскольку год у нас все-таки заканчивается девяткой, завершается десятилетие. Уже следующий год будет, ну, двадцатые, начнутся двадцатые года, и вот уже сейчас подводят итоги десятых. И вот портал «Мегакритик», в частности, начал голосование, в котором принимают участие, значит, самые лучшие сериалы, десятилетия, телешоу, ну, среди которых «Во все тяжкие», «Лучше звоните Солу», «Игра престолов», конечно же, куда без нее. У нее, кстати, героиня, одна из, вот, Эмили Кларк, Дейенерис, она же снялась в фильме, который вот выходит на этой неделе, новинка будет, о ней мы будем тоже говорить. Третий сезон «Твин Пикса», ну, и, конечно, стильная драма «Безумцы», «Мэдмен». Это вот те сериалы, которые, ну, вошли в десятку, признаны лучшими. Из десяти, топ-десяти фильмов десятилетия отметили «Отрочество», «Лунный свет», «Рома», «Манчестеру море», «12 лет рабства», «Гравитация», «Паразиты», южнокорейская картина, единственная, пожалуй, вот, не голливудская в этом списке, «Кэрол» и «Социальная сеть». Ну, если брать вообще там чуть-чуть дальше, уже, что меня заинтересовало, в список попали фильм «Ирландец», который только-только, по-моему, вышел Мартина Скорсезе, новый фильм с Аль Пачино и Робертом Де Ниро, разумеется, где Де Ниро играет наемного убийцу мафии. Дюнкерк «История брака», кстати, эта картина тоже нынешнего 2019 года и только-только выходит на экран и уже попала в список топ лучших. Ну и «Ла-Ла Лэнд» и ряд других картин. Так что вот, если заинтересовались, обратите внимание. Что еще из таких интересных новостей, хотелось бы отметить, уже вышел фильм после богемской рапсодии, если вы помните, «Рокетмен», биопик о Белтоне Джоне. Затем вышел очень интересный фильм «Yesterday» по песням «Битлз», и это такая была удивительная, трогательная фантазия о том, что было бы, каким был бы мир, если бы песен «Битлз» не существовало, не существовало бы группы «Битлз», и только единственный музыкант все это помнил. И, соответственно, он бы мог воспроизводить песни «Битлз», выдавая их за свои. Очень такая забавная, интересная картина. И вот сейчас, на волне этого интереса к фильмам о музыке, внезапно появляется новый проект, который может быть в скором времени реализован. Во всяком случае, продюсер богемской рапсодии Грэм Кинг, лауреат Оскара и Бафта, объявил о том, что заинтересовался биографией Майкла Джексона. Якобы, наследники уже короля поп-музыки предоставили Кингу доступ ко всей дискографии артиста. Сценарий сейчас спишет трижды оскаровский номинант Джон Логан, который писал сценарий Мартину Скорцезе «Авиатора», который написал два сценария «Бондианы», причем, пожалуй, у самых лучших «Скайфол» и «Спектр», но и также «Чужой завет». Какие будут временные рамки, точно неизвестно, но есть предположение, что картина охватит всю биографию Майкла Джексона вплоть до его внезапной смерти в 2009 году. Ну и сейчас говорят, что когда сценарий будет закончен, то тогда его выставят на торги, вот какая студия предложит самую большую сумму, та и возьмется за реализацию проекта. Но непонятно, может ли этому помешать пресловутый педофильский скандал, который поставил под вообще сомнение репутацию Майкла Джексона, и фильм про, по-моему, назывался «Возвращение в Неверленд», который наделал много шума. Но опять-таки, что дальше будет с этим, насколько это будет угрожать этому проекту, поскольку, может быть, студии побоятся вкладывать большие деньги из-за протестов, из-за того, что зрители могут не так воспринять. Сейчас же очень такое опасное вообще, как на пороховой бочке в наше политкорректное время живем. Ну и понятно, что это все под таким большим вопросом. Ну и говоря про политкорректность, слушайте, я тут прочитал новость, от которой слегка, чуть не упал со стула. Будущий, вот ближе, супермен, следующий супермен будет чернокожим. Во всяком случае, вот об этом пишет Верайте и заявляет о том, что произойдет перезагрузка этого комикса, и на свою роль Супермена будет приглашен афроамериканский актер Майкл Б. Джордан. Он известен фильмами «Крит. Наследие Рокки», «Крит 2», «Черная пантера», которая ему уже сделала имя и славу, ну и также вот 451 градус по Фаренгейту. Во всяком случае, переговоры со студией Warner Brothers уже ведутся, и пока вот еще все находится на стадии обсуждения контракта, но согласитесь, очень по-современному, в конце концов, ведь игровой ремейк диснеевского мультфильма «Русалочка» нам представит новую чернокожую русалочку. Так что здесь уж там с Суперменом, я думаю, удивляться нам не стоит. Я надеюсь, очень надеюсь, что вот буквально через неделю, точнее через две недели мы с Александром Дубаневичем поговорим на эту тему, вот политкорректности в современном кино. Он обещал прийти, ну и тогда уже вот обсудим более подробно все эти новомодные какие-то, слава богу, еще «Русалочка», а не «Русалк». То есть тут и такое ведь, такие повороты сюжета могли быть. Все это вот будем обсуждать, ну и я надеюсь, что при вашем, конечно, живейшем участии. Что касается вот премьер, я, наверное, вот начну, может быть, с нескольких картин, которые сейчас выходят на экраны. Во-первых, у нас на этой неделе ожидает сразу две российские премьеры. Одна из них, давай разведемся, уже была показана в Доме Москвы в рамках фестиваля «Московская премьера» в Риге. Вот сейчас этот фильм выходит на широкие экраны уже, ну, в таком постоянном статусе. Я напомню, что эта картина интересна тем, что она, ну, во-первых, она получила приз зрительских симпатий на Кинотавре. А Кинотавр считается, ну, таким очень важным полигоном, испытательным полигоном для любой российской картины. И вот такой очень теплый зрительский прием, он, ну, дает основание предположить, что эта картина, во всяком случае, достучалась до зрительских сердец. Картина рассказывает, Анна Михалкова играет главную роль, играет, ну, такую неустроенную женщину, которая, когда ее бросает муж, причем поменял он ее на какую-то молоденькую фифу, она всеми правдами и неправдами пытается мужа вернуть в семью. И это очень смешно, это очень трогательно. Она сняла, это режиссерский дебют, значит, сценаристки, которая была автором сценария в ряда картин, тоже получивших достаточно большое количество призов. И самое главное, она сняла клипы для Ленинграда, экспонат нашумевший, который, ну, гремел там буквально из каждого утюга. И ряд еще других, на ряд других песен группы Ленинград она сняла клипы. Также выйдет еще один фильм, это действительно свежая очень картина, которая только-только вышла в России. Я думаю, что те, кто смотрит там российское телевидение, они наверняка видели сюжеты, потому что картина эта поддерживается очень активно Первым каналом. «Лев Яшин. Вратарь моей мечты». Картина, да, конечно, сразу все вспомнят движение вверх, потому что, ну, обязательно можно найти какие-то параллели между этими фильмами. Они сняты на спортивную тему, они пытаются сыграть на чувстве ностальгии, гордости за спортивные победы еще тогда вот Советского Союза. И, конечно, ну, сама по себе легендарная фигура вратаря Льва Яшина, у которого была очень сложная судьба и биография спортивная, которого называли там вот как раз-таки «Черный пантера» именно за то, что он всегда выходил в черной майке. Вратарской с логотипом «Динамо». И эту картину снимали пять лет. Это было обусловлено, во-первых, потому что в ней отражена вся биография этого легендарного спортсмена, весь его спортивный путь. И очень много, ну, я думаю, что все, кто посмотрит картину, они согласятся с этим, было очень много проблем с тем, чтобы воссоздать и стадионы тех вот еще давних лет, там, 60-х, 70-х годов. Причем говорят, что это делали при помощи компьютерной графики, очень дорогостоящей. Воссоздать интерьеры, воссоздать костюмы, причем говорят, что было пошито, если я не ошибаюсь. Какое-то безумное количество костюмов для массовки, и все это вот создавалось и машиной той поры. То есть это сделано с большим, очень большим масштабом, такое теплое ламповое кино, которое, ну, погружает нас в тот мир. Многие считают, что в ней, в этой картине, ну, видно влияние вот советского кинематографа, там, какие-то отсылки, намеки, ходы те же самые, которые вот мы привыкли воспринимать в советских фильмах. Ну, и вот как шутили, по-моему, в рецензиях, говорили, что, наверное, такое, ну, когда смотришь эту картину, ощущение, что вот массовка, актеры подобраны практически теми же самыми людьми, что работали там на фильмах Гайдая. То есть, ну, вот такое абсолютное ощущение аутентичности того, что происходит на экране. Так что вот эти две российские картины можно будет посмотреть, и они выходят вот сразу в один уикенд. Я уж не знаю, почему мы решили российское кино так вот очень активно именно в этот уикенд поставить. Но давай вот разведемся, Лев Яшин, вратарь моей мечты, фильмы на наших экранах. И еще один фильм, довольно любопытный, мне кажется, сама по себе история интересная, потому что в основе фильма лежит песня. В оригинале фильм называется «Last Christmas», точно так же, как песня Джорджа Майкла, одна из его самых знаменитых песен, одна из лучших песен о Рождестве, в которой на самом деле поется о грусти, грусти расставания с любимым человеком. Но в данном случае это картина, которая сделана, снята режиссером Полом Фигом, который снял «Девишник» в Вегасе. И это такая романтическая комедия у девушки, которой играет Эмилия Кларк, вот та самая Дейенерис из «Игры престолов». Девушка, за которой беспокоится мама, маму, кстати, играет Эмма Томпсон, лауреат «Оскара». И мама очень переживает, что она никак не может найти себе пару. А девушка тоже комплексует, она не устроена, ищет работу, подрабатывает эльфом в каком-то рождественском магазине. И, конечно, ждет чудо, которое должно произойти, произойти на Рождество. Ну, и так оно и случится. Ее, как я уже сказал, основано на одноименной песне британского поп-дуэта Уэм. И изюминка, что в этом фильме саундтрек этого фильма включает в себя неизвестные, никогда прежде не выходившие песни Джорджа Майкла. То есть, для поклонников этого певца это будет очень большой сюрприз. И я думаю, что с большим интересом поклонники смогут познакомиться с этим фильмом. Ну, и Эмили Кларк, она после «Игры престолов», конечно, получила невероятную популярность. Совсем недавно, кстати, она дала очень откровенное интервью, в котором рассказала о том, насколько большое давление она испытывала во время съемок. В частности, как ее заставляли сниматься обнаженной в «Игре престолов». И насколько ей пришлось постоять за себя, когда уже она смогла, будучи уже более-менее известной актрисой, доказать, что она не может сказать «нет» на сцены очередного раздевания. Потому что она не хотела, чтобы ее воспринимали, прежде всего, как какой-то секс-символа. Вот, наверное, это о новинках. Еще один фильм, и о нем я уже расскажу после небольшой паузы. Продолжается программа «Синема». Сегодня вот в одиночестве я рассказываю вам о новых фильмах. Уже со следующей недели у меня будет очень много гостей. Но пока давайте вот воспользуемся этой возможностью, чтобы уделить внимание именно тем картинам, которые сейчас идут в нашем прокате. Ну, или только выходят в прокат на премьер... Например, вот фильм, который... «Ножи на голову», по-моему, он так его перевели. У него несколько разных вариантов названия. Но, во всяком случае, вот или «Достать ножи», вот так его официально в России называют. Картина действительно с убойным совершенно актерским составом. Там играет безумное количество знаменитостей, начиная с Кристофера Пламмера. Кристофер Пламмер, ну, если кто-то помнит «Звуки музыки», картина, которую я в своем детстве смотрел там безумное количество раз. И Джулия Эндрюс и Кристофер Пламмер, это вот были главные исполнители главных ролей. Он жив до сих пор, он продолжает сниматься. И напомню, что не так давно он заменил Кевина Спейси во всех деньгах мира. Причем вырезали полностью роль Кевина Спейси, пересняли с Кристофером Пламмером. Ну, из-за этого знаменитого скандала, который сделал вообще Кевина Спейси нерукопожатным во всем Голливуде. Ну, и это блестящий... Да, ну, там же, там еще играет и Майкл Шеннон, Крис Эванс, Джейми Ли Кертис. Ну, и, конечно же, Дэниел Крейг, который блистает на экране. В общем, огромное количество звезд и такая детективная интрига в духе Агаты Кристи. Кристофер Пламмер, он играет богатого скрягу, который окружен тучей неблагодарных и алчных родственников, мечтающих, чтобы он скорее перешел в мир иной. Ну, и все буквально начинается вот с его загадочной смерти. Его обнаруживают, значит, зарезанным ножом. Ну, и дальше сыщик, которого играет Дэниел Крейг, пытается установить, кто же убийца. Ну, и все вот эти родственники, уже такие озлобленные нищеброды, которые интригуют друг с другом и уже подбираются к этому дядюшкиному там наследству. Всех я их уже перечислил. Ну, вот фильм снятый с юмором, снятый с достаточно такой вот Агата Кристовской атмосферой какого-то такого усадьбы, такого имения, где вот происходят всякие страшные вещи. Ну, вот вроде бы все и страшно, и в то же время весело и смешно. Вот такая картина выходит на экраны. Ну, и теперь давайте перейдем к фильму, который покажут у нас буквально на нескольких сеансах. Но это большое событие, и я бы не хотел, чтобы вы его пропустили. Это фильм «Грех» Андрея Кончаловского. Картина, в которой безумный совершенно бюджет. По-моему, его, этот фильм сняли при помощи, при поддержке олигарха Алишера Русманова. И Кончаловский снял биопик о Микеланджело. Фильм, который снимался целиком в Италии на итальянском же языке. Съемки проходили в Риме, в Тоскане, во всех тех... В Караре, в городе Карара, где добывают карарский мрамор, с которым сработал Микеланджело Буонаротти. И говорят, что главного героя вот восемь месяцев искали, проходили кастинги. И в итоге его сыграл Альберто Тестоне. Его взяли за невероятную похожесть с портретами при жизни Микеланджело. Хотя многие находят, что он также похож на Пьера Паула Пазолини. И, кстати, говорят, что Альберто Тестоне, это актер-любитель, он сыграл Пазолини шесть лет назад в карсине «Пазолини. Скрытые истины». Фильм как раз-таки снят очень масштабно. То есть специально была воссоздана часть интерьеров и декораций Сикстинской капеллы в натуральную величину. Здесь же одна из главных сложностей были поиска мраморных карьеров, поскольку сейчас их добывают мрамор по другим технологиям. И Кончаловский, одержимый тем, что это все должно быть как в старину, как в эпоху Возрождения, искал такой карьер, где был бы он более соответствующий эпохе. И нужно было показать, там нужны были специальные характеристики, потому что в основе фильма лежит вот эта история поиска мраморной глыбы, которую Микеланджело находит. И пытается транспортировать вот на специальных платформах через скалы, через горы в свою мастерскую. Насколько это было безумием просто вот каким-то для того, чтобы эти тяжелейшие глыбы мрамора тащить, добывать, вырубать, погружать и перевозить. Причем многие вот проводят параллели с Андреем Рублевым, с картинами Пазолини, но вспоминают также и, конечно, Фицкаральдо Вернера Херцега, который, ну, там вот корабль переправлялся через горы, а здесь спуск глыбы мрамора. То есть тоже такие вот параллели можно найти. Напоминаю еще раз, что в Доме Москвы будет буквально несколько сеансов, обязательно посмотрите, чтобы не пропустить, по-моему, 1 декабря будет два сеанса, дневной вечерний. Не знаю, остались еще билеты или нет, но картина, которая вот на большом экране, все говорят, что она производит совершенно сумасшедшее впечатление, потому что Кончаловский, ну, вот, во-первых, бухал действительно безумные деньги. И это просто вот как картины возрождения, то есть там тона, полутона, пейзажи, декорации монументальнейшие, которые, на фоне которых люди кажутся муравьями. Вот такое величие и великолепие это все производят, то есть говорят, но на экране смартфона смотреть этот фильм бесполезно, бессмысленно, и вы не получите представления вот об этом масштабе картины, которую снял Андрей Кончаловский. Конечно, это вот, ну, и работа фантастического оператора Александра Симонова, и фильм снят в формате 4 на 3. Это, во-первых, формат старого кино, всего итальянского в том числе кино, там, Висконти, Пазолини и так далее, далее по списку. И, конечно, это также формат большинства классических полотен, которые, ну, берутся за основу для создания вот всей этой картины. Что интересно, вот, с одной стороны, это биопик Микеланджело, с другой стороны, его показывают в этом фильме не так, как мы могли бы привычно предположить, что это титанги, невозрождение. Микеланджело показан, скорее, не гуманистом, а таким вздорным, мелочливым, даже с задатками жуликоватого прохинзия человека, который всё время ссорится, спорит, торгуется, ссорится со своими учениками. В общем-то, достаточно скупой, донимающий учеников придирками, оборванец, который хранит под койкой свои богатства. И в этом, казалось бы, хламе, грязи, которая, ну, если говорить о фильме Андрея Рублёв, о параллели все, конечно, проводят, потому что Кончаловский был соавтором сценария этого фильма Тарковского. И фигуры Рублёва и Микеланджело, как будто бы они сопоставимы по масштабу, Рублёв как будто бы приподнимается над землёй невесом в своей духовности, а вот Микеланджело в фильме «Грех» буквально купается в земной грязи, и мы видим, ну, буквально из какого сора рождаются его гениальные произведения. И вот ставится вопрос, действительно, опять-таки, гения и злодейства, вот насколько этому монстру можно, что можно простить за его талант. И это, с одной стороны, боёпик, но, с другой стороны, Кончаловский всегда подчёркивал, что это фантазия, это не всё-таки биография дотошная Микеланджело Буонаротти, это фильм, скорее, о духе Возрождения, эпохе, которая порождала такого рода титанов и гениев, и поэтому здесь очень многое придумано. Хотя, вот если вы перед фильмом раскроете жизнеописание Джорджио Вазари, который часто рассказывал и анекдоты, и добродушно подшучивал над знаменитостями Возрождения, когда он доходил до биографии Микеланджело, кстати, его учителя Вазари, то он буквально рабел, немел, и начиналась биография Микеланджело со слов «Творец решает послать на землю гения, способного во всех решительно искусствах, и сопроводить его истинной нравственной философией, и украсить сладостной поэзией, чтобы мир почитал его избранникам и восхищался его удивительной жизнью и творениями». В самом деле, ведь мы забываем о том, что Микеланджело в равной степени проявил себя в совершенно разных областях искусства. Он высекал из мрамора фантастический, удивительный, до сих пор потрясающий Давид Микеланджело, копия которого, кстати, находится в музее Пушкина, ее можно посмотреть, копия в натуральную величину. Ну и в то же время это текстинская капелла, творение, над которым он работал много лет, и работал буквально в перевернутом, лежа на спине, и в результате даже испортил себе зрение и видел все в перевернутом виде. И он также был прекрасным поэтом, который сочинял великолепные стихи, и это тоже одна из грани его таланта. И понятно, что это отношение его, в этом фильме показаны отношения с папами, в частности с Юлием Вторым, который и заказал ему с текстинскую капеллу, и поотечески относился к нему. Ну и сама главная сюжетная линия – это работа Микеланджело над гробницей папы Юлия Второго. Собственно, одна из самых монументальных, тоже таких амбициозных его планов, творений, проектов, над которыми он работал долгие годы. И в результате уже старели и менялись понтифики, его подгоняли, требовали закончить эту работу, он никак не мог ее закончить. И в конце концов, вместо, по-моему, там нескольких десятков скульптур, осталось, все ужалось до шести статуй, которые еще доделывали ученики Микеланджело. Сама картина, ну, действительно показывает его, и это было, он таким, обладал достаточно скверным характером, с непостижимым нахальством мог увести престижный проект у своего коллеги Якопа Сансовино. Но он, конечно, фигура очень-очень противоречива и показан вот в этой противоречивости в этом фильме. Так что, друзья мои, вот если у вас есть такая возможность, 1 декабря до Москвы, ну, в самом деле, посмотрите, есть ли дополнительные еще сеансы, увидеть эту картину на большом экране. Поэтому мнения очень разделились. Кто-то считает этот фильм академичным, сухим, считает, что Кончаловский как-то впав в такой академический пафос, снял такой сухой бездушный фильм. Кто-то, наоборот, восхищается и говорит, что это картина, ну, во всяком случае, о которой можно спорить, о которой можно говорить, и хотя бы ради этого стоит ее посмотреть. Ну, и теперь уже в заключении давайте несколько из слов я скажу о репертуаре кинотеатра Splendid Palace, где можно будет посмотреть, в частности, вот очень интересная программа со 2 по 6 декабря, дни китайского кино. Обычно вот Splendid Palace мы ассоциируем с кино европейским, но вот на этой неделе со 2 по 6 декабря будет кино китайское. И также будут показаны, продолжаться показы фильмов, в частности, Ксавье Долана, фильм «Жизнь и смерть Джона Ф. Донована». Также будет показан фильм «Гинта Зилбалдис», анимационный фильм «Проям прочь». Это картина, которая тоже, мне кажется, очень необычная и стоит таким особняком в нашем латвийском кино, потому что мне она кажется близким очень японскому аниме, фильму «Миядзаки», скорее таким философским каким-то сюжетом и фильмом, где Гинтс Зилбалдис сделал всю картину практически сам. То есть это его авторский проект, где он написал сценарий, был аниматором и написал музыку. И вот этот интересный проект, который сейчас он показывает, возит по миру, я тоже надеюсь, что, может быть, мы как-нибудь его пригласим в студию, чтобы он мог рассказать об этом более подробнее. Ну и также вот с «Ванет Пелос» можно посмотреть военную драму «Двеселю Путенис», которая продолжает идти и бить все рекорды. Еще раз напомню, что сейчас этот фильм самый посещаемый фильм, во всяком случае, в этом году. 149 тысяч человек посмотрели его. Это рекорд, я думаю, не только этого года, но и за какое-то обозримое время. Ну и еще вот в «Сплендед Пелос» можно будет посмотреть картину, о которой я уже рассказывал, «Last Christmas» в русском переводе «Рождество на двоих». Ну вот эта картина с участием Эмилии Кларк и, конечно, основанная на музыке Джорджа Майкла. Если вы любите Джорджа Майкла и группу «Вэм», то получите большое удовольствие. Ну и будет специальный сеанс для детей 30 ноября в 12 часов. Будет анимационный фильм «Мосли». И вот специфика кинотеатра «Сплендед Пелос» такова, что здесь нет такого четкого установившегося на каждый день недели расписания. Каждый день сдвигаются, передвигаются сеансы, поэтому обязательно следите за афишей, поскольку можно очень легко пропустить фильм, не поймать его, они тоже в таком режиме попадают. Точно так же, как и в «Доме Москвы», конечно, вот этот фильм «Грех» Андрея Кончаловского, которым я рассказывал, тоже он пройдет. И, может быть, вы даже моргнете, не заметив, что эта картина, великолепная картина Андрея Кончаловского уже будет недоступна на большом экране. Ну вот, наверное, и все, о чем я сегодня успею вам рассказать. Олег Пека был в студии, программа «Синема». Всего хорошего, доброго вечера и, конечно, хороших фильмов.